Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вам приходилось слышать такую фразу, типа, ну да, конечно, дадут, а потом догонят и еще дадут, а потом еще дадут. Вот, о чем это? Обычно так говорят люди, когда хотят пожаловаться, что им мало платят, и, типа, говорят, ну как же, да, дадут, вот, ничего не дадут. Вот, обычно эта фраза связана с каким-то негативом. А теперь я предлагаю задуматься, действительно, давайте просто вдумаемся в эти слова. Дадут, а потом догонят и еще дадут, а потом догонят и еще дадут. Ну, разве это плохо? На самом деле, это прекрасно, когда вы выполнили какую-то работу, а вам за это дадут денег, а потом еще дадут, а потом еще. И давайте подумаем теперь, в каких условиях это возможно, при каких условиях, потому что, ну, это же прекрасно, когда вам за одну и ту же работу дадут много-много раз. Вот, и если мы задумаемся об этом, то мы можем прийти к тому, что мы можем заработать очень много денег. И если мы оглянемся кругом, то есть люди, которые именно вот зарабатывают очень много денег именно на этом. Кто эти люди? Вот, и, ну, естественно, надо стремиться к тому, чтобы, ну, именно так и жить, чтобы далее, а потом еще далее. Вот, и, ну, я могу сказать, что это за люди, например, да? Ну, прежде всего, самая, как бы, такое, верхняя ступень – это изобретатели. Изобретатель делает какое-то изобретение, регистрирует на него патент, и компания использует его изобретение. И с каждой проданной единицы товара, в которой используется это изобретение, идет небольшое отчисление кому – изобретателю. И ему за это изобретение дадут, а потом еще дадут, и еще. Ну, например, скажем, есть пакеты Тетропак, вот, и кто-то их изобрел, и с каждого пакета молока там какая-то ноль-ноль-ноль-ноль-ноль какая-то цента идет изобретателю. Сколько пакетов молока покупается в мире? Да, огромное количество. Вот, и второй пример, ну, всем известные, так сказать, телефоны Apple, там больше, там, 200 или 400 изобретений патентов используются в этих телефонах. И с каждого проданного телефона, естественно, тем, кто запатентовал это, платятся авторские отчисления. Это очень-очень здорово. Поэтому, ну, к этому надо стремиться. Ну, вы скажете, ну, я же, так сказать, не такой, не изобретатель, но можно сделать что-то свое, необычное. Вот, ну, например, второй пример более жизненный, более близкий к жизни – это, ну, скажем, вы все знаете такого чувака, певца Тимати. Смотрите, вы знаете, что там сотовые операторы объявили, что вот это вот, как там, гудок-сервис. И он там наговорил какую-то, значит, там, ну, какую-то хрень, короче говоря, на 30 секунд. Вот, то есть клипчик такой небольшой за 30 секунд, но для того, чтобы использовать этот клип, ежемесячно вот эти самые люди, которые всегда жалуются, вот, они для прикола ставят вот этот вот в качестве гудка. И платят за это 5 долларов в месяц. А из этих 5 долларов, там, по-моему, 1 доллар идет Тимати. Понимаете? И я как-то ехал по Кутузовскому, смотрю, какая-то с усальным золотом покрытый этот самый Порш Каен едет. Посмотрел, так сказать, Тимати сидит. Вот, ну, то есть чуваку деньги некуда девать, потому что вот эти вот самые люди, которые любят жаловаться, что дадут, а потом еще дадут, так они сами ему и дают эти деньги, на самом деле. То есть я что хочу сказать, что надо не жаловаться, а надо думать, как придумать так, чтобы деньги вам дали и еще дали. Еще пример, пожалуйста, ну, любой певец, пожалуйста, значит, с каждого диска проданного, естественно, имеет отчисление, с каждого коммерческого исполнения имеет отчисление. То же самое касается композиторов. И вы скажете, ну, я не певец и не изобретатель, вот, но можно придумать что-то свое, что можно продавать. И если этот продукт, который вы придумали, можно продавать многократно, то вот оно, пожалуйста, ну, чего уж дальше ходить, я уж, так сказать, ну, про себя скажу, что я долго думал, как же это использовать, как же это использовать у себя, да? Вот, ну, когда я пришел на биржу, я, значит, пытался понять, как это, ну, делать, как освоить, как, вот, установить вот этот вот терминал, он очень, ну, такой, тяжеловато его освоить, терминал КВИК. Я долго бился, я искал какие-то курсы и не мог найти просто вот такие курсы для чайников. Я думаю, блин, их просто не хватает. И поэтому, ну, когда я, в конце концов, кровью и потом все это освоил, я думаю, ну, а почему бы мне не сделать курс биржи для чайников? Я его сделал, я провел несколько этапов курса этого, то есть я набирал людей платно на обучение и рассказывал им, как освоить вот этот вот курс. И с каждым разом, как я каждый раз, ну, проводил вот этот вот курс, вот, значит, сначала там было всего там три человека, там что-то там по полторы тысячи рублей, ну, совсем ерунда какая-то, вот, или по две тысячи рублей, там, ну, немного совсем. То есть я работал там буквально там за 10 тысяч рублей, по-моему. Вот, совсем немного было народу. Вот, потом, значит, я думаю, дай-ка я проведу еще раз, потом еще раз, еще раз. И с каждым разом у меня оттачивалось вот то, что я должен говорить, то, как я должен говорить, о чем я должен говорить, оттачивалось, ну, как бы, подача материала, она уже более стала системная. И, в конце концов, вот, последние курсы я уже прямо по накатанной, очень даже прямо четко и уже внятно все рассказал, все, так сказать, системно. И в чем кайф? В том, что, да, я набирал людей на, когда, на вот эти вот очные курсы, на живые, и возникла такая ситуация, что люди, ну, то есть я должен проводить вот эти вот курсы именно в рабочее время, когда биржа идет, а биржа идет, биржа заканчивает работу 18.45. Вот, и получается так, что это как раз то время, когда я должен заканчивать уже курсы. Ну, в смысле, ну, то есть вот все, биржа заканчивает работу, я уже дальше не могу на живых примерах показывать что-то. А для людей это очень часто неудобно, особенно вот Московский регион и так далее. Это самое удобное для, скажем, Екатеринбурга, для, ну, и дальше там, Новосибирск еще так более-менее, да, а дальше уже все, так сказать, плюс 5 часов уже тоже многовато там, читая и дальше. То есть у нас вот такая необъятная родина, и получилось так, что люди говорят, ну, нам неудобно это время, нам тяжело. И они говорят, а можно ли как-нибудь сделать заочный вариант? И они сами меня подтолкнули, что думаю, так, заочный вариант можно сделать. То есть люди смотрят этот курс прямо, ну, в записи сразу тут же, как он прошел. А потом, значит, логично вышло, что можно вообще курс в записи этот продавать и неоднократно. И так получилось, что вот возник такой продукт, как биржа для чайников, и дадут, и потом еще раз дадут, и еще раз дадут, и еще раз дадут. И вот за год, как я его вел, я заработал, ну, то есть я провел, в принципе-то я провел 6 потоков, да, вот, но я решил, что буду продавать последние. За все это время я заработал, ну, там, миллион 200 рублей. И большая часть этих денег как раз я получил именно за курсы в записи, потому что именно они получаются, ну, больше всего пользуются спросом, потому что, ну, живые курсы, естественно, это дороже стоит, вот, а курсы в записи стоят дешевле. А теперь я подумал, ну, вот так как я хочу помочь людям начать зарабатывать, если человек не знает, как вот эти вот, сделать курсы даже, да, ну, я готов помочь, я готов отдать половину своей прибыли вам, дорогие друзья, потому что, ну, мне не жалко, например. То есть, смотрите, что нужно для этого сделать. Нужно продать мои курсы биржи для чайников. Для этого достаточно зарегистрироваться. В качестве моего партнера ссылочку вы найдете внизу под данным видео. И, собственно говоря, есть там, так сказать, как бы бесплатный абсолютной курс, как начать зарабатывать, если нет денег. И там я рассказываю именно о том, как продвигать вот продажу товара через интернет. Потому что именно через интернет это можно распространять лучше всего. И тогда вы будете говорить не с сожалением, типа, или там с какой-то вот такой негативной интонацией, что, а, типа, дадут и еще раз дадут. А наоборот, с радостью. Мне дадут и еще раз дадут, а потом еще раз дадут. И поэтому, ну, друзья мои, я хочу, чтобы вы зарабатывали. Конечно, я хочу, чтобы и я зарабатывал. Поэтому вот я предлагаю вам, ну, хотя бы такой вариант. Это здесь уже не надо ничего изобретать самому. Не надо петь песню. Вот. Не надо ставить голос, а просто-напросто надо делиться этой ссылкой. И все, как можно больше. И тогда вам дадут и еще дадут, а потом догонят и еще дадут. И это будет уже радостно, а не так печально. Ну, я надеюсь, что я подал вам прекрасную идею. Значит, подумайте сейчас, что можете вы сделать на самом деле, чтобы вам дали, а потом догнали, еще дали, еще дали. Вот. Ну, если ничего не приходит в голову, записывайтесь на курс «Биржа для чайников» и делайте это. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok